Уже прошло больше 14 лет с февраля 2010 года, с печального 8 числа, после смерти самой красивой брюнетки российского кинематографа Анны Самохиной. В конце 80-х, начале 90-х сложно было взлететь звездой в российском кино. То, что тогда в основном снималось, сейчас смотреть просто невозможно. Но не те фильмы, где играла Анна Самохина. Уже в первой отечественной криминальной саге воры в законе она дала всем понять, пришла ее эра. Роковая, соблазнительная, опасная и недосягаемая красотка. А ведь до воров в законе была еще советско-французская драма «Узник замка Ив», куда режиссер Георгий Юнгвальд Хелькевич пригласил на главную женскую роль никому неизвестную актрису из провинциального ростовского театра. Самохиной повезло, что ее лицо было типовым испанским, но оно так впечатлило маститого режиссера, что он утвердил ее на роль даже без проб. И Самохина не затерялась даже на фоне блиставших Виктора Авилова, Михаила Боярского, Алексея Петренко и Алексея Жаркова. Ну а после сверхпопулярных воров в законе Юрия Кары, на Самохину обрушилась волна предложений от самых разных режиссеров. Она сыграла княжну Тараканову в «Царской охоте» Виталия Мельникова, Маритану в «Доне Сезаре де Базани», Яна Фрида, Мариану в его же «Тортюфе» и множество других роковых красавиц. За три года она снялась почти в двух десятках фильмов. При этом казалось, что она не играет, а просто живет на экране, живет ярко и стремительно. Воров в законе в кинопрокате посмотрело более 40 миллионов человек. Она стала узнаваемой. Такой успех в кино позволил актрисе навсегда покинуть не очень-то любимый ее Ростов и переехать в тогда еще Ленинград. Ее приняли в труппу театра имени Ленинского комсомола. Кстати, в ростовском тюзе она в основном играла Бабу-Ягу и Анчутку, вот так видели ее местные режиссеры. Анна Самохина продолжила сниматься в кино. Правда, отечественный кинематограф к середине 90-х находился в глубоком упадке и назвать шедеврами те картины, где снялась Самохина, язык ни у кого не повернется. Но даже в абсолютно провальных фильмах типа «Брюнетки за 30 копеек» или «Страсти по Анжелике» Самохина играла необычайно эффектно. Тогда же Анна Самохина стала художественным руководителем студии «Диапазон». В этом качестве в 1996 году на фестивале в Монако она представляла фильм «Гроза над Русью», поставленный по князю Серебряному Толстого, в котором свои последние роли исполнили Сергей Бондарчук и Олег Борисов. Ну, в конце 90-х Анна вернулась на киноэкран, сыграв Зинаиду Волошину в криминальной комедии Виталия Москаленко «Китайский сервиз». В этом фильме ее партнерами были Олег Янковский, Сергей Безруков, Сергей Никоненко, Владимир Меньшов и другие известные и прекрасные актеры. Всю жизнь актрису сопровождали разные слухи о ее личной жизни. Она рано, еще в театральном училище вышла замуж. Она и в актрис это пошла, как сама вспоминала, из-за несчастной любви. В школе, еще в Череповце она влюбилась в одноклассника Германа Волгина, но родители того были категорически против их романа. И постарались отправить своего сына от греха подальше, он был хокистом, играл даже в юношеском составе местного металлурга и родителям удалось перевести его в интернат в Латвию, где тот стал игроком рижского «Динамо». Впоследствии он стал известным игроком, приглашался в молодежную сборную СССР, поиграл в московских «Спартаке» и «Динамо», а карьеру игрока закончил все в том же Череповце. Он умер в возрасте 51 года от сердечного приступа, лишь немного пережив свою первую любовь. Так вот, стать актрисой Анна решила, чтобы Герман понял, чего лишился расставшись с ней. Первый брак актрисы продолжался 15 лет. В первой половине 90-х Анна рассталась с Александром Самохиным и вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Конорова, с которым познакомилась на одном из творческих вечеров. Дмитрий был физиком, кандидатом наук и владельцем кафе, а также поклонником Анны. Вместе они и организовали новую киностудию «Диапазон». А потом Коноров помог ей открыть ресторан «Играф Суворов» и «Поручик Ржевский». Актриса стала ресторатором, но чтобы окончательно не потерять профессию, она подрабатывала конферансом. Ее приглашали на День города, на частные вечеринки и корпоративы. Она стала ведущей самых разных торжеств и вообще, как многие в 90-е, крутилась. С Коноровым она прожила 7 лет. Но однажды Дмитрий решил, что пора самоутверждаться и выходить из-под тени знаменитой жены. В итоге Самохина, узнав о его измене, ушла от него практически в никуда с одним чемоданом. Коноров выкупил ее долю ресторанного бизнеса и Анна вложила все деньги в строительство дома для себя и дочери. И нарвалась на аферистов, которые ничего не построили. С огромным трудом, через суд, потратив массу времени и нервов, она смогла вернуть свои деньги. И очень кстати она познакомилась в это время с таможенником Евгением Федоровым. Но через два года распалась и эта пара. Больше Анна Самохина замуж не выходила. С 1999 года актриса начала сниматься в сериалах. Сначала она появилась в одной из серий «Улиц разбитых фонарей», потом Анна Самохина сыграла потомственную колдунью Аду Захаржевскую в сериале «Черный ворон». Во время съемок этого сериала произошло множество мистических случаев. Так по сюжету должно было произойти похищение внучки Ады, и во время съемок в детском театре пропал ребенок, игравший эту самую внучку. Весь театр был перерыт вверх дном, но девочку никак не могли найти. И лишь через несколько часов кто-то вспомнил о чердаке, где были мастерские. Там ее и нашли играющей в куклы. А однажды, после съемок эпизода, в котором водитель отвезя Аду домой, на обратном пути разбивается насмерть. Актер, играющий водителя, в тот же вечер поехал на дачу и попал в жуткую аварию, чудом выжив. А через несколько лет, в конце 2009 года, у нее обнаружился рак желудка. Причем в неоперабельной стаде. 7 февраля 2010 года в ДК Выборгский должен был состояться благотворительный концерт в поддержку Анны Самохиной, вся прибыль от продажи билетов должна была пойти на ее лечение. Были анонсированы выступления Евгения Дятлова, Михаила Боярского, Георгия Штиля, Евгения Александрова, Евгения Леонова Гладышева и других известных актеров России. Но больная актриса попросила не устраивать никаких мероприятий. А уже 8 февраля ее не стало. Ей было 47 лет. Анну Самохину похоронили на православном Смоленском кладбище. Она осталась в памяти зрителей удивительно женственной актрисой. Такая она и на памятнике. Правда, с памятником происходят какие-то метаморфозы. Сначала актриса держала в руке металлическую розу цветком вниз, потом цветок перевернули, а сейчас розы на памятнике нет вообще. Служители кладбища говорят, что ее реставрируют и вскоре она вновь появится на памятнике, но будет выглядеть иначе. Увековечены на памятнике Анны Самохиной кадры из фильмов, в которых актриса снималась. Георгий Юнгвальд Хелькевич после смерти Анны Самохиной сказал, утешаюсь только одной мыслью, если Анечка ушла из этого мира, это значит только одно, этот мир ее не достоин. Она была лучше.